Эта комната вряд ли похожа на больничную палату, да и находящаяся в ней женщина не в белом халате. Хотя представлялась она как раз медиком. Эту легенду дама придумала для пожилых москвичей, от которых хотела получить деньги. Действовала аферистка дистанционно. Мобильные телефоны обнаружены. Это не мои. Все сим-карты, черновые записи. Нет, это не мои. Как предположили полицейские, именно с этих телефонов женщина звонила своим жертвам. При осуществлении телефонных звонков кем вы представлялись? Медрегистратором. Вы имели подобные навыки работы медицинского работника в действительности? Нет. После такого звонка 79-летняя Валентина Ивановна потеряла 570 тысяч рублей. Со мной разговаривала женщина. Якобы она из регистратуры позвонила мне. У вас очень плохой анализ. И очень редкое заболевание. Заболевание, которое повлечет за собой, можно сказать, дня через три, что я буду парализованно лежать. Пенсионерка испугалась, но звонившая тут же поспешила ее обнадежить. Аферистка уверяла, вылечиться можно, но нужно спешить. А к врачу, который может помочь пенсионерке, большая запись. Да и чтобы попасть в палату, нужно внести предоплату на карту. Действовала злоумышленница не одна. Во всем ей помогала подельница. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Грина задержали подозреваемых. Ими оказались две приезжие женщины в возрасте 31 и 54 лет. Одна из них звонила потерпевшая, а вторая снимала денежные средства в банкомате. Никакого отношения к медицинской сфере злоумышленницы не имели. Как выяснили стражи порядка, в столице злоумышленницы орудовали с мая этого года. Какие суммы денежных средств были наличны в банкомате? 70 тысяч, 390 тысяч, 400 тысяч. Сколько всего пожилых москвичей поверили в несуществующие диагнозы, полицейские сейчас выясняют. Елена Бабаева, Петровка, 38.